Многие любители футбола знают, кто такой Эдуард Малафеев, но мало кто знает, что у него есть еще и младший брат, Михаил Малафеев, который тоже играл в футбол, и он, кстати, живет в Коломне, и поэтому команда футбола в Коломне приехала к нему в гости. Продолжение следует... Михаил Малафеев с 1968 по 1970 год защищал цвета футбольного клуба «Авангард», а в конце карьеры выиграл чемпионат и кубок Московской области уже в составе футбольной команды АК. Васильевич, многие знают Эдуарда Малафеева, но вас немного наслышно. Расскажите немножко о себе. Это мне было 9 лет, я пошел в детскую спортивную школу «Авангарда Коломны». В 1968 году, играя за мальчиков в «Авангарде Коломны», меня пригласили играть тоже за мальчиков в сборную России. В сборной России я там выступил, понравился тренерам. Мне сказали тренера, что хорошо, вот футболисты это как пластилин, они сравнивали тренера в сборах России. Чтобы лепить из футболистов, как вот из пластилина лепят фигуры, так вот и тренера сборной России лепили из нас, будущих футболистов хороших. И мне сказали тренера, что ты очень хорошо поддаешься вот этой лепке, что тебе скажут тренера, ты выполняешь на футбольном поле. Потом, я возвращаясь в колонну, меня уже пригласили в команду мастеров класса «Б». Тогда еще был класс «Б» в 1968 году. Потом в 1969 году меня уже пригласили за сборную СССР юноши. И ко мне, значит, приходит телеграмма, а тогда был в вангарде Коломнин второй играющий тренер, Анатолий Григорьевич Ульянов. Он приносит мне вот сюда, прям на этот стол, это письмо, чтобы я выезжал за сборную СССР играть юноши. Приезжает ко мне и говорит, Михаил Васильевич, ну может быть ты не поедешь играть за сборную СССР, а будешь играть... За нас, за вангард. Уже за вангард Коломну, уже в основном составе мы тебя с начала 1969 года, мы тебя уже пустим в основной состав. Я говорю, ну что, я не знаю, как мне поступить. Вроде перспектива хорошая за сборную СССР, а потом из сборной СССР тебя в любую команду пригласят. Ну, меня Ульянов Анатолий Григорьевич так уговорил, что если ты, говорит, сборы не пройдешь с нашей командой, а мы ездили на юг, в Лазаревское сборы были по три месяца тогда, набирали физическую форму, то ты не будешь играть у нас в основном составе, потому что сборы это основа была для дальнейшего развития футболиста. Ну, вам поставили ультиматум, можно так сказать. Ультиматум, да, поставили. Ну, я выбрал. Думаю, хорошо, не поеду в сборную СССР. Играй, когда вот приглашение прямо на столе было, это письмо, сборная СССР. Я говорю, хорошо, Анатолий Григорьевич Ульянов, я не поеду за сборную СССР, хотя остался у вас. Поехал с ними на сборы в Лазаревское с классом Б. И в первой игре, уже меня выпускают, как раз на авангарде играли за класс Б, в первой игре за тросскую команду, я уже забил первый гол. И там сразу за первый гол, там сувениры лучшего игрока, там дали Хабарову, по-моему, Хабаров нас такой играл, лучший игрок. А мне, как первому, за первый гол в сезоне, первый матч и первый гол у меня. И меня сразу все стали поздравлять, но я начал играть в основном в составе класса Б. И он сейчас, расскажите вот об этом кубке. Этот кубок мне подарил... В 60-м году был такой председатель спорткомитета у нас в Коломне, Шураткин. Он мне подарил этот кубок за первый гол в начале чемпионата СССР по футболу класса Б. Первая игра была у нас на авангарде, на нашем стадионе, и я забил первый гол, и мы выиграли 1-0. Сейчас не помню, с кем мы играли в то время. Но вот за первый гол мне подарили этот кубок. Михаил Васильевич, расскажите, где преимущественно играли, в каком амплуаре? Он был правонападающий. Тогда была система 4-3-3. Такой высокий игрок, по 2 метра. Вартазаров его фамилия. Правые крайние полузащитники или защитники подключались, подавали на голову вот этого Вартазарова. Он выигрывал там борьбу. Вот сейчас как Дзилба играет в «Зените». Он выигрывал эту борьбу головой, сбрасывал. И мы, нападающие, подбирали этот мяч и забивали голы. Также вот этот гол я забил первый слой. Вот именно этот. Вартазаров меня сбросил головой. Я набежал и ударил поворотом. И гол. Как часто с братом видитесь? Сейчас редко. Раньше он приезжал на своей машине сюда, ко мне домой. Общались здесь, все с ним, разговаривали несколько дней. Он здесь жил у меня. Ну, а сейчас ему уже 78 лет. Я вот ему звоню. Он говорит, что «Миш, мне сейчас тяжело ездить за рулем». И говорит, давай лучше общаться по телефону. Скажите, обо своем отце немного. Он уже также играл в футбол. Была такая в Коломне команда в 30-е, 40-е годы. «Зенит» называлась. Да. Вот в этой команде «Зенит» мой отец играл. Играл очень прилично. Вот он с мячом мог оббежать всю эту защиту и забить гол. У моего отца был очень хороший бег. Вот бег мой как раз от отца, по-моему, ко мне перешел. От отца. Я тоже здорово бегал. Очень быстро бегал по футбольному полю. И мне бег очень помогал. То есть защитник я обыгрывал элементарно. Чуть влево или чуть вправо. И я пробрасывал мяч, и все, у меня защитник уже за спиной. У вас классный дриблинг был. Да. У меня классный дриблинг. И он у меня защитник за спиной. Ну и два брата пошли по стопам отца. Что Эдик мой брат пошел по стопам отца. Потом играл за Минском и Динамо. Играл. Потом в сборную СССР лет пять играл. И я тоже играл в Минском и Динамо с ним вместе. Сдублирующий состав. Вот с 70 по 74 год я играл в Минском и Динамо. Значит, я заболел. У меня сначала был бронхит. Астоматический бронхит. Потом все это перешло в бронхиальную астму. Как вообще так произошло, что у вас такая болезнь появилась? А эта болезнь появилась еще в раннем детстве. Когда вот мы купались поздно осенью, была вода холодная. Здесь, на оке. Здесь вот на оке, да. На лодке поплыли туда. На середину реки на лодке. И все ребята прыгнули в воду в холодную. И говорят, Миш, ну что ты, давай. Я говорю, ребята, что-то холодно. У меня прям даже это, какое-то такое самочувствие, что не надо мне прыгать. Миш, да ты что, давай прыгай. Ну я и прыгнул. У меня прям как-то все обдало. Даже я почувствовал, что все, что-то я, наверное, не так сделал. И вот после этого сначала был бронхит здесь в Коломне. Потом астматический бронхит. Потом даже вот когда меня приглашали за сборную в сервьюношах играть. Вот этот бронхит у меня был. Когда вот Анатолий Григорьевич Ульянов ко мне пришел. У меня был бронхит. Я был как-то, как бы на больничном, не ходил на тренировки. И вот это время, может, так вот совпало, что он мне говорит, ну что ты. Ты болеешь еще куда-то, ты за сборную в сервью поешь играть. И вот, может быть, я такое решение принял в классе Б остаться. Расскажите о том, где оказались после Минского Динамо. После Минского Динамо я приехал в родную Коломну, где родился. И меня сразу узнали, что я приехал в Муафеев сюда, в Коломну. И сразу меня пригласили в Рязанский Спартак. Это и была вторая лига класса Ван. В Рязансом Спартаке, играя я, в основном составе, там тоже хорошо играл. Меня там все хвалили, даже мальчик какой-то за мной все время ходил. Поклонник. Сумку, да, поклонник. То есть, как там, если хорошо играешь в команде, обычный какой-то поклонник тебе сумки носит, там бутсы завязывает. Вот. И вот мы как-то поехали в Поти играть в календарную игру с Рязанским Спартаком. Поти. А это самое сырое место у нас вообще в Союзе. Я как только туда приехал, даже не тренировался, меня как схватила опять эта астма. Мне пришлось опять туда выезжать. Я приезжаю сюда в Рязань, потом вот сюда в Коломну. И все, опять у меня все прошло, я нормально себя чувствую. Как ни в чем не бывало. Как ни в чем не бывало. Вот что значит от климата зависеть. Что было после Рязанского Спартака? Вот после Рязанского Спартака, конечно, там узнали, что у меня бронхиальная астма. И этот новый тренер мне сказал, у тебя бронхиальная астма, нам такие игроки не нужны. Я говорю, ну хорошо. Я рассчитался из Рязанского Спартака. Приехал в Коломну и меня пригласил в то время на ЗТС. И был такой тренер Сарыч Вячеслав Федорович. Он меня пригласил туда. Там команда только формировалась. Ему надо было набирать хороших игроков. В то время АК была где-то на предпоследнем месте. В первенстве Московской области. В первенстве Московской области. На последних местах там она была. Вот. И он меня пригласил. И потом все ребята здесь, в Коломенске, узнали, что я на ЗТС пошел играть. И все ребята как-то потянулись. Вы сейчас следите за колбольным клубом Коломна? Конечно, слежу. Там до сих пор работает мой тренер Сарыч Вячеслав Федорович. Я в курсе дела, что там творится. Они меняют тренеров. Каждый год новый тренер. Это, конечно, плохо. И они занимают предпоследние места. Сейчас у Коломны снова новый тренер Алексей Медведев. Скоро, мы надеемся, будет стартовать новый сезон. У вас какие взгляды и, как вы думаете, какое место займет на этот сезон Коломна? Ну вот я был недавно на стадионе. Общался там и с Сарычем, и с Некрасом, с Сашкой. И что меня удивило, при новом тренере у него две команды. Местная команда, целая команда. Команда, которая осталась от предыдущего тренера. То есть, вот хорошее начало его в чем, этого Медведева. То есть, он местных наших футболистов не забывает. То есть, вот он сейчас из двух команд выбирает лучших. То есть, на местных он тоже ориентируется, а не только, которые приехали из других городов. Вот это, конечно, плюс ему. Мне кажется, из Раменского. А в Раменском там хорошие были футболисты и люди. В то время было такое противостояние между АКО и Раменским Сатурном. Вы долгое время, ваша команда была все второй, второй, второй. И вот, наконец, в конце 70-х АК заявал звонить чемпиону Московской области. Помните этот момент? В то время, вот, значит, мы, когда я перешел, значит, мы заняли сразу на следующий год второе место. Мы усилились. И буквально еще через год мы заняли первое место, то есть, обогнав Сатурн Раменской. Они были вторые, и мы первые. Чемпионы Московской области. И на протяжении вот этих лет, значит, то Раменская занимала первое место, мы второе. То мы и занимали первое место, а Раменская второе. То есть, мы шли с ними, как говорится, назря в назрю. Обидно, что в то время чемпион Московской области не получал путевку, или, по крайней мере, возможность пробиться в высший дивизион. Высший дивизион, в то время, чтобы пробиться, нужно было потом выигрывать там первенство России. Нужно было выиграть. Мы вот по России тоже играли в то время. Вот. И на Россию хорошо играли, но где-то мы не пробивались. Кубок России среди производственных коллективов он тогда назывался. Кубок миллионов еще называли его. Да, но мы никак его не завоевывали. Скажите немножко о своей тренерской карьере, насколько я знаю, вы окончили высшую школу тренеров. Когда закончил карьеру футболиста, я поступил в высшую школу тренеров. Закончил ее в высшую школу тренеров, получил диплом, квалификация высшая. Поехал тренировать, меня пригласили в Останкино, совхоз Останкино. Вот. И туда приехав, приехал, значит, у меня были там, тренировал две команды, юноши и мальчики. В юношах у меня тренировался мостовой, вот сейчас знаменитый Александр мостовой. Он у меня в юношах тогда тренировался в этом. Там же его отец и родители были в совхозе Останкино, но он там жив и тренировался. Можно сказать, первые шаги делал при вас, да? При вас делал первые шаги этот мостовой Александр. Заняли они вместе со мной, никогда тоже не занимывали чемпионов Московской области по юношам. Я пришел, они сразу в этом же году заняли... Стали чемпионом? Стали чемпионами Московской области. Мы играли, значит, на всероссийский кубок «Золотой колос». Мы заняли четвертое место. А потом там первое место, которое заняла команда, у них были подставные игроки. Их сняли, и мы заняли уже третье место. На третье место перешли. То есть третье место на всесоюзном сельском «Золотой колос» занять третье место у себя на родине. Это тоже очень было престижно. В 90-м году вы привели юноши авангарда Коломенского к званию чемпионов Московской области. Приехав в колонну в этом году, значит, я тренировал юноши и мальчиков тоже для команды. Ну, в то время в юношах у меня были такие игроки, как Вась Рожнов. На них в то время были незнаменитые, позже они уже стали знаменитыми. Валера Бор. Ну, в общем, там полкоманды нужно было брать в класса. В то время тренировал класса уже Сарычев. Ну, он их что-то посмотрел и привлек только одного этого Вась Рожнова и Бора. А там можно было полкоманды брать. А остальные их не стал брать. И Шумова можно было брать центрального заседания. Вот Шумова, председатель. Коломенский раз выбыл сейчас. Да. А на первенском «Золотой колосе» играл 20 команд. Ну, и тоже я приехал. Там был председатель совхоза, миллионер такой. Он финансировал эту команду. И вот он меня пригласил. То есть команда была освобожденная. Приехал. Они были тоже где-то там на предпоследних местах. И я приехал. И прямо в этот же год мы заняли первое место среди вот этих первенцев Краснодарского. Первое место. И на следующий год во вторую лигу. То есть я их вывел во вторую лигу класса. Вот эту вот станицу. А потом? А потом... Меня, значит... Там что-то война началась с Чечнёй. Я жил в гостейнице. И там они вот с такими длинными чесаками ходили. Пьяные все эти чеченцы. Стало страшно просто-напросто. Там было просто страшно жить. И я боялся за свою жизнь. И я уехал оттуда. Опять сюда в колонну. Приехав в колонну сюда, я оказался никому не нужен. Как же так? Так и меня не на авангард никуда не приглашают. Ну а что отвечали? Вот вы приходите, говорит, я хочу тренировать, я хочу мальчиков тренировать. Не обязательно основную взрослую команду, правильно? Есть команда Юдуш, есть команда других возрастов. Ну а ничего мне не предложили. И я оказался не у дела. Вот в чём дело. И я потом начал тренировать. У меня... Это Динамо Киров тренировал. У меня туда... Я поехал в это... У нас в Москве там... Это Федерация Футбола в Москве. Я говорю, ну вот у меня образование, высшую школу, тренер закончил. И кому не нужен в колонне. И они мне, значит, нашли сначала вот Спартак Рязань тренировать. Я там год или год-два потренировал команду. Потом в Кировской Динамо уехал тренировать тоже вторым тренером. Как и здесь был вторым тренером. Тоже в Кировской Динамо вторым тренером. И потом там тоже другой тренер пришёл. Он своего тоже второго тренера местного. Мне пришлось оттуда тоже уехать. То есть я потренировал очень прилично. Такие команды класса А. Довольны тем, как сложилась ваша игровая карьера тренерская? Да, я довольна. Я просто вот одну грубейшую ошибку совершил, когда приехал из Минского Динамо сюда, в Коломну. Потом, ведь меня приглашали ещё не только в Минское Динамо, когда я поехал в Минское Динамо, но меня ещё приглашали в Московский Спартак. Да. Вот. Но я не поехал. И даже с ним назначили встречу на Казанском вокзале. А потом Эдик приезжает и говорит, давай поедем ко мне в Минское Динамо. Потому что вот я когда был в раздевалке, они в Минское Динамо играли здесь в Москве, там с ними ездил куратор, генерал. Ну я в раздевалку зашёл к Элику-то. Он играющий был ещё, футболистом. А этот генерал подходит ко мне, и там ребят спрашивает, кто это, говорит, что он в раздевалке здесь делает. А это, говорит, брат Эдуарда Малафеева. Тоже, говорит, играет в футбол. И он подходит ко мне, это генерал. И говорит, ну ты в футбол играешь, тебя куда приглашают? Я говорю, приглашают. Куда он, говорит, в Московский Спартак, я ему говорю. И он, видимо, задание дал Эдику, чтобы меня привезти в Минское Динамо. Вас увели, в общем, да? То есть меня увели из Спартака. И вот когда я рассчитался из Минска в Динамо, сюда уже приезжаю, ну вот уже прошло 3-4 года, да? Сюда приехал и звонил в Московский Спартак. И говорю им, вот вы меня приглашали раньше в Московский Спартак, говорю, вот Малафеев Михаил Васильевич, я к вам не поехал. Вот сейчас приехал в Коломну, давайте, я могу за вас уже играть, если я вам нужен, конечно. Но моё условие, мне нужно платить 180 рублей, потому что я хочу играть в основном в составе, а не в дублирующих состав. Вы условия поставили? Да, потому что в раздублирующий состав мне уже надоело играть. Я говорю, я хочу играть в основном в составе и 180 рублей, чтобы мне платили. Они говорят, нет, вот мы тебя приглашаем, чтобы ты за нашу команду играл, но будешь получать 150 рублей. Ну, значит, я так подумал, думал, опять, наверное, в дублирующий состав буду играть. И не поехал. Жалеете? Вот жалею об этом, что не поехал в Московский Спартак. Но до сих пор жалею. А за российской премьер-лигой следите? Да, слежу, конечно, очень. За кого переживаете или вы просто в общем болеете за футбол? Вообще-то я в общем болею за футбол. Раньше я болел, конечно, за Минской Динамо, но сейчас уже Минская Динамо играет в другой лиге. А сейчас просто предпочтение отдаю «Зениту» из Санкт-Петербурга. Город Минск, Республика Беларусь, для вас это не пустые слова. Как вы сейчас вспоминаете те годы и как сейчас вы относитесь к этой стране? Очень хорошо отношусь. Они меня и встретили хорошо. И с кем я там играл, в Беларуси, тоже ко мне хорошо относились. Вот сейчас вспоминаю эти годы, проведенные в Минском Динамо. Это просто самые лучшие года, которые у меня были в моей футбольной карьере. Вспоминая все эти годы в Беларуси, конечно, я мог бы там остаться. Меня никто не выгонял. У меня была там большая перспектива. Даже когда я уходил из этой команды, там был главный тренер Иван Мозор. Вот. Он мне сказал, «Миша, ты делаешь большую ошибку, потом будешь жалеть». Ну, видишь, он был прав, конечно. Я сейчас жалею, что я бросил большой футбольный. Что захочет? Молодец, Никита. Вот, наверное, того главу ставить. У нас.